превратился в трейл раннера отделся рюкзачок все нацепил сейчас стартовый городок посмотрим что там проверка снаряжения и в принципе через час уже старт хибины трейл чипы выдали проверка нам как джентльменам поверили на слово поэтому мы готовы осталось 20 минут настрой боевой настрой вернуться стартовать и финишировать вы сразу так сразу да я не видел мне фото а у меня видео я будут картинки дорогие друзья честно скажу я не понимаю что вами движет очень сильно 4 3 2 1 м м м м м м м м м ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошли 2 километра. У нас первое препятствие. Вроде как бы брод, а вроде и нет. Можно перепрыгнуть с разбега. Впереди еще 63 счастливых, кайфовых, красивых, холодных километра. 4 километра дистанция, 26 минут в пути, и у нас начинают открываться вот такие красивые виды. Хоть и небо, и вершинки, все затянуто облаками, тучками. Но все равно красиво, чтобы первые 5 километров не казались легкими. Нам вот такой вот подъемчик, чтобы взбодрились. Лепота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди вообще красота! Обалдеть! Можно вас немножко кубарем обойти? Хоп! Извините, можно вас немножко кубарем обойти? Нет, нет, нет. Горная речка, шум воды, это обалдеть! Это просто не передать словами. Здесь нужно побывать и пробежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Левая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У нас 1 июля, лето в разгаре, а мы бежим по снегу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все время вверх, все время вверх, все время вверх, 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 и устаешь все больше, больше, а это еще только первые 10 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 пока идем по снежничку а впереди судя по всему вот там нас ожидают красивые ущелья сейчас узнаем места просто словами не передать с каждым метром когда ты идешь вперед перед тобой красоты все больше 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 вообще хочется просто стоять любоваться смотреть по сторонам а бег это так вторично бег это всего лишь повод сюда попасть обалденно виды потрясающие впереди вообще обалдеть походу нас ждет фото пауза остановка на пофотографироваться таким-то видом в ущелье ну вот все убежали вперед пока я здесь фотографировал красоты неописуемые сейчас будем неспешно догонять виды в скамке были просто просто потрясающие камера этого не передаст это нужно видеть своими глазами вообще просто вращение как будто ты вот попадаешь какой-то неизведанный затерянный мир выход из ущелья впереди тебя ждет что-то непознанное потрясающее обалденно походу это сегодня будет мое любимое слово вот так вот бежишь и примерно каждые 100 200 500 метров просто останавливаешься пофоткать посмотреть полюбоваться вообще никакого бега это просто тур поход туристический бег такой виды виды какие непередаваемое ощущение красоты просто остановлюсь и вот так вот круговую панораму чтобы прочувствовать то что вижу здесь я вот эти вот потрясающие великолепные горные виды хибин эмэр 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто охрененно. Это просто охренеть. Красота. Просто красотища. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вскоре узнаем, где же у нас перевал Восточный Петрилиуса. Что нас ждет там? Существует на то, что мы бежим вот в этот цирк. Такое ощущение, что нас ждет вот то. Замечательное место. Офигеть. А пока вот движемся вот по такому курумнику. К такому нас лыжная база в Костонукше не готовила. Такого у нас нет. Ну вот и началось восхождение на перевал. Нас ожидает вот такой вот подъем туда в облака. По камням, на скалы, снежник. Очень интересный этап трейла. А мы преодолели пока всего лишь 13 километров. И тут на первые 13 километров столько красоты. А впереди еще 52. Это я даже боюсь представить, что нас ждет на этих 52. Или сдохнет от усталости, или просто разорвет от красоты, от видов. Трофа на перевал. С таким градусом. Тут уже фиг побегаешь. Ну хотя, возможно, конечно, всякие подготовленные ультра-чемпионы здесь забегут, не напрягаясь. Но я не такой. Меня к такому не готовили. Поэтому неспешно, с любованием. Ух ты! Чуть бы его не было. Заговорился. Идем по тропинке. За спиной красота. С боков слева-справа красота. Спереди красота. И я среди всей этой красоты. А самое прикольное. Тащу с собой палки. Вот спрашивается, нахрена? Сейчас бы их достать. И они вот здесь бы на подъеме очень бы пригодились. Но мне все это делают лениво. И я поднимаюсь без них. То есть просто тащу с собой лишний груз. Зато на фотке смотрится красиво, эпично. Весь такой экипированный. Просто охренеть. А нам вот туда. Все выше и выше. Подъем реально тяжелый. Охренеть. Ножки подзабиваются. Но активаться некуда. Нам нужно преодолеть этот перевал. Тропа. Идем по тропе. Не будем усложнять себе подъем. Есть тропа. Держимся тропы. Фух. Преодолели где-то только половину пути к перевалу. Тяжеловасто. Но че ж поделать. Охренеть. Блин. Обалденно. Ну все. Почти преодолели подъем на перевал. Еще чуть-чуть. И мы там. Опа. 134. Ну все. На перевал мы поднялись. Теперь у нас будет спуск. Идем вниз. Идем. Идем вниз. Идем вниз. Охренеть. 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 Спуски с перевала это просто бомба. Сейчас только что так хорошо оторвался на снежнике. Сейчас немного вот такого камня. И впереди нас ожидает очередной снежник. На котором можно оторваться в очередной раз. Наверное. Главное вот здесь быть осторожным. ноги проваливаются. А дальше у нас вот туда вперед будет отрыв. Итак. Раз. Два. Три. Понеслись. вот это бомба. Вот это просто бомба. Прошли 15 километров. Осталось 50. Все. Бегуны уже более-менее распределились по трассе. Лидеры в которых вселились демоны уже умчались их знает куда. И нам их вообще уже никогда не догнать. Ну а остальные бегут в меру своих сил и возможностей. Кто как. А у нас впереди 50 замечательных километров. Пока настрой вообще боевой свеж и бодр. Ай. Я думаю километров-то 30-40 точно еще осилим. Ну а дальше уже как пойдет. Может пешком пойдет, может ползком пойдет. Ну, доковыляем. Вот так вот. Немножечко красивых видов для меня и для вас кто будет это смотреть. Мы почти преодолели ну как почти еще не совсем почти километра через 4 5 мы преодолеем треть маршрута. пока бежится хорошо признаков усталости нет и это очень радует что есть шанс эту гоночку пройти просто в свое удовольствие так как на абсолют мы здесь совершенно абсолютно не рассчитываем мест в категории здесь нет поэтому просто бег с любованием красот места здесь представляю чтобы здесь было солнечную погоду если здесь даже вот такую пасмурную затянутую небом просто красота осилили уже не видно нифига 23 километра еще 42 еще 42 целый марафон еще впереди нас ждет немножко покушать стол просто обалденный богат на все есть все что хочешь особенно вкусняшки огурчики насольчик записывай а я постой набрали разобрались второй раз нажимайте а меня записали вот 155 так что наливать что 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 нибудь 134 кола 135 записал тоже неплохо все сейчас допиваем и бежим так кому что говори о какая здесь поляна указателей что куда и докуда Чугина Воронеж СПБ Питер просто выбираешь направление и бежишь мы побежим в сторону вятки походу погода такая сказала что вы совсем расслабились надо вас немножко поднапрячь дождик еще оделись в мембраночку и сейчас побежим кайфовать но так вот в мембранке более комфортно под дождем чем просто в футболке с рукавами сразу стало как-то по суше потеплее красота комфорт а так по прогнозу кроме дождя еще даже немножко снега обещают так что все самое интересно еще впереди холодной воды все-таки мне избежать вот другое дело вот на 29 километре чтоб не расслаблялись и было хорошо немножко отсутствовала разметка вот здесь очень где-то вот и вот здесь вот я вот думаю может там перебежать там было бревнышко но уже поздно мы уже идем по воде этап проходит под лозунгом Ивана Сусанина собери друзей и заведи их хрен знает куда бегу по тропе собираю людей люди разметка здесь вот делаю доброе дело не знаю где разметка я бегу по треку в общем я за собой собрал уже такой караван причем люди мне доверяют походу а куда бежим неизвестно но все четко идем по треку здесь у нас следы здесь были люди как бы все хорошо надеюсь идем правильно потому что людей я за собой собрал достаточно много если что бить будут долго и больно как бы немножко поплутали в одном месте был брод хотя рядом оказывается если шли бы по разметке можно было перейти по суху но уже пофиг а сейчас бежим под шум волны красота немножко охладиться кайф просто кайф немного прохладно ножки уже задолбались от этой воды бодрячок вроде только-только ноги отогрелись и нет нате вам обратно еще продолжаем наше путешествие уже прошли 40 километров пока все хорошо более-менее бодры впереди еще 25 километров Умбазерский перевал подъем на Кукис Вумчур и там уже до финиша подать рукой погода просто радует постоянно бодрит дождиком ветром но нас это не останавливает погода радует меня да-да-да началась опять жесть пошел подъем главное не сходить с разметки и тропы а пока идем а внизу у нас вот 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 красотища а вверх у нас вот такой вот подъем так что за спиной красота впереди жесть и работа ногами причем самое удивительное с собой есть палки нахрен я их тащу можно было бы достать с ними поработать но уже настолько лень что так идем без палок тем более тут осталось до финиша где-то 16-15 километров толку доставать эти палки виды вокруг блин как будто в Исландии где-то вот зачем куда-то выезжать у нас здесь столько красивых мест реально просто природа чудесная главное добраться можно так же бежать ходить не знаю там походить и любоваться всем этим кальфовать ноги только высохли но сейчас конечно попробуем часть пройти по камням чтобы хоть как-то немножко остаться сухим но походу это у нас дело нереальное придется все-таки намокнуть а погода вообще не располагает мокнуть ух вот это бодрость как по льду вернее как по азоту ух ножки взбодрились и у нас там походу пункт питания впереди такой финальный больше питания впереди не будет а пока нас погода радует снегопадом что очень хорошо освежает не жарко хорошо и тут в камеру снова появляюсь я очень радует видимость такая что просто хочется идти и кричать лошадка или мешутка давай выпьем малинового чаю да у нас уже где-то около 55 километров дистанции мы все еще идем на вершину Куки-Свумчора вокруг уже все засыпано снегом а у нас подъем все не заканчивается не заканчивается просто какая-то бесконечность ну все мы достигли вершины пика Куки-Свумчор вот этот знак это у нас самая высокая точка на маршруте 1142 метра если мне не изменяет память и сейчас у нас осталось 10 километров спусков до финиша поэтому все вот это кадры на вершине следующие кадры уже на финише и мы закончим это наше горное путешествие покидаем вершину пика все пошли работать десяточку пошел спуск вот под таким снежничком мы двигаемся в сторону финиша вокруг вообще облака ничего не видно такое туманище вообще просто извините за мой французский но это лютый пиздец разметки нихера нет это хорошо что есть трек в часах и мы более-менее в этом тумане ориентируясь на направление вышли и то нам сказали дальше разметка есть но я видел всего два флажка и опять идем на ощупь поэтому а тут еще курумник смотри под ноги трек спуск спуск крутой все мокрое в снегу просто какая-то жесть вот спуск там охренеть поэтому идем очень аккуратно скользко не бежим это правее трек идет а то мы слишком на склон выходим надо поосторожней там леон жесть охренямба внизу долина в которую я хочу спуститься целым там проходимо да вроде бы ох ты о разметка появилась я вижу но судя по всему нас сейчас ожидают лютый пистец по спуску парни не бросайте меня я такую хуйню боюсь реально так что у нас тут что нас тут ожидает блин у меня начинают забиваться ноги и мы пришли и мы пришли что я могу сказать господа на аккуратненько сейчас будет это охуеть ничего мы не будем это запикивать да я даже не собираюсь это запикивать это просто охуеть туда вниз а он финиш там ребят вот где-то мы должны финишировать вот где-то вот здесь мое удивленное лицо слегка охеревшее нам вниз я вижу разметку ну че дух авантюризма и приключений в нас жив ну че наши приключения на спуске продолжаются я себя чувствую ну как сказать слегка взбодренным адреналин помогает ну че там там опа бодрячок народ спускается курумничек мокрый влажный держимся за него и это это просто песец самую крутую часть проходим да да беговой такой технический спуск ну ладно мы прошли и это уже хорошо вот теперь можно даже немножко пробежаться вообще шикарно вот мы спустились оттуда отсюда это не передать камерой это лютый трэш охренеть все двигаем дальше к финишу до финиша осталось буквально 400 метров ну плюс-минус идем хорошо 65 километров бодры веселы уже просто предчувствую финишную арку трек показывает 340 метров я уже вижу нас ждут да все ну 10 часов плюс-минус в общем там не сильно не сильно отклонились вообще первоначально хотели 13 часов вышли на 3 часа на 3 часа это очень хорошо очень доволен ни разу не воспользовались палками все на ногах останавливались только на пофоткать и слегка на покушать 65 километров 10 часов красота вон уже финишный створ так-то шли группы 6 человек но давай но группа немножко распалась это остатки нашей группы вообще шикарно да у вас все хорошо там с разметки было? нет где-то 50 наверное 6-57 началась полная жопа нет разметки туман но с ученым того что у нас трек мы нормально прошли то народ там это ходил кричал лошадка да ребят это трейл это как бы не асфальтовый забег да такой тут есть все замечательно вот медалька у нас там на трассе ребята поэтому они все контролируют не, хорошо прошли молодцы теперь ужин ужин финишеров поздравляю спасибо поздравляю 10 часов уложились блин, нам минутки не хватило 9.58 у меня 10 на 1 за минуту до финиша убирает бак сэндвич хлеб о admiration какой здесь ужин вообще шикарно спасибо давайте какой здесь ужин вот это кормят всё финиш еда и на этом всё Продолжение следует...